Хотите жить на даче? Так живите! Это право отвоевал для всех россиян Анатолий Воробьев. В июле этого года он обратился в Конституционный суд по поводу отказа его регистрации на дачном участке. И дело выиграл. Нужно иметь свидетельство о праве собственности, чтобы с этим свидетельством обратиться в ПВС, написать заявление и зарегистрироваться. В апреле 2008 года Конституционный суд уже разрешал регистрацию в домах на садово-земельных участках, находящихся в пределах населенных пунктов. Однако Госдума соответствующей поправке в законодательство так и не несла. Но люди продолжили жить на дачах. Больше-то негде. Муж сделал котельную, топим и по всему дому идет тепло. Водяное отопление у нас. В постановлении правительства указывается, что подобная регистрация не закрепляет задачной территорией статуса населенного пункта. А значит, за вопросы по влагоустройству, созданию и поддержанию коммунальной, транспортной и иных инфраструктур никто не отвечает. Зато расходы на оформление такие же. Получить межевое дело стоит от 10 до 12 тысяч. А это как бы существенный удар по бюджету пенсионера. Плюс еще расходы на регистрацию, госпошлина. Итого выходит до 15 тысяч. Пока что в нашем городе регистрация на дачах мало актуальна. А вот в центральной части России люди строят коттеджи на своих фазендах и законно наслаждаются природой круглый год. Правда, независимо от размера хором, дом официально будет носить звание дачного.